Итак, всем привет, с вами Добгай, мы продолжаем играть за Британию, уже полностью объединённую, вернувшись на свою территорию, в Кайзер Редакс, если вы ещё вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а у нас подходит момент, когда мы должны будем занять наше истинное место в этом мире, место Британии, на которое никогда не заходит солнце, и для этого нам придётся, конечно же, победить Рейхспарт, к чему мы уже и готовимся, так что поехали. Ну смотрите-ка, возвращение сына из Гоя, есть отдельный ивент на судьбу Америки, ивент, наконец, Второй Американской Гражданской Войны, никого не стало живых, Америки нет, по крайней мере, на данный момент, всё закончилось, да, это, я считаю, правильный шаг. Так, и знаете что, я думаю, мы сразу сделаем вот этот фокус, потому что здесь потом будут какие-то решения на пояс, я только понимаю, это то, что у нас потом будет возникать из-за того, что мы всё оккупировали. И у нас есть варианты Доминионы, у нас есть вариант Канады, то есть сделаем на королевство, которое будет подчиняться Канаде, ну то есть нам, технически, Канады, это, видимо, из-за того, что мы были Канадой, не очень обновлено тот факт, что мы вернулись на острова Британии, никак не учитывается здесь. И я думаю, мы не уступим американцам ни пяде смерть нации. Сказали, мы можем пригласить Индию в Имперскую Федерацию, давайте это и сделаем. Они отказываются, они должны быть вынуждены согласиться. И американское сопротивление у нас появляется, и у нас в Севере-то куча, куча решений по восстановлению контроля за этими территориями. Ну, конечно, сейчас она создаст нам некоторые проблемы, но я думаю, позже это все-таки будет нашим плюсом. Ведь мы получим себе кучу мэн-пауэра и, самое главное, промышленности. Хотя в нашей ситуации, конечно, мэн-пауэр несколько важнее уже. И убрана идея критерий из беженцев из США, потому что война закончилась. Это нам запустило неплохо мэн-пауэр. И мы, кстати говоря, не можем теперь это сделать, потому что у нас вся Америка оккупирована. Видимо, нам нужно как-то по-другому теперь с этим решить вопросы. Причем вопрос хороший, как? Я должен был сделать этот фокус раньше, потому что оно здесь как будто синдикалистское сопротивление. Ладно, наверное, это именно если бы я захватил красных только, тогда было бы это. Хотя, немножко странно, возможно, у меня что-то багнулось, и мне и тех, и тех засчитали. Хотя, везде есть только американское сопротивление. Да, нету нигде синдикалистского, как будто посмотрим. И там у меня теперь есть фокус умиротворения Янки. Американское сопротивление, которое уменьшает и поднимает нам стабильность и поддержку войны. Интегрированы в Канаду. Да, вот что нам нужно сделать. Просто потратить политку на то, чтобы убрать все сопротивление, что на самом деле немножко долго, но пока у нас прирост вроде как нормальный, мы сможем, я думаю, пережить. Так что да. Ну и тогда у нас все это станет нашим национальным, судя по фокусу. Эдоминион Индия принимает наше предложение в итоге. Отлично, слушайте. Так если мы интегрируем Индию, то мы, в принципе, решим половину своих проблем. Нам нужно сделать федерацию имперскую. И Белый дом разрушен. Мы уничтожим наследие предателей нашего величества. Политку получаем минус. За это стабильность и да. Нажимаем дальше кнопочки на интеграцию. По неизвестному причинам потери в бою у нас все еще растут. Хотя у нас они пропадают. Но, видимо, этот вот, да, модификатор потихоньку сейчас будет изменяться. И потом перейдет в плюс. И мы потихоньку восстановим нашу поддержку войны. Нашей Британии сейчас действительно нужна небольшая передышка, чтобы интегрировать территорию, установить свои потери, переобучить свои армии, которые понесли неплохие потери. И, в принципе, восстановиться как-то. Я, кстати говоря, сделал горные дивизии. Неплохие на самом деле. И сделал механизированные дивизии, которые мы будем делать вместо наших пехотных. Потому что, ну, пехотки, объяснительно говоря, слишком много несет потери. Наша пехота нужно механизировать. Также я немножко поднижаю у нас закон о оккупированных территориях, чтобы побыстрее росло подчинение, чтобы оттуда я получал побольше людей. Мне нужно откуда-то брать сейчас людей, черт возьми. И я также, наверное, начну делать броневики, чтобы их использовать вот здесь вот. Теория должна еще... Нет. Теория неверна. Я думал, что это должно сократить у нас... Теперь хотя бы... Возможно, нужно сделать... Вот так. Да, да. Можно наделать броневые автомобили и перевести еще на них наши карнизоны. Сэкономим мы на этом много людей, я думаю, в сумме. Кроме того, нужно понимать, что они не только как бы напрямую уменьшают потребляемые людские ресурсы, но и уменьшают потери из-за того, что у них есть броня, и у них есть доля пехоты немножко другая, получше. Или у нас как-то обогнулись конвои, у нас их 750, но для торговли используется минус 215, из-за чего используется в итоге минус у нас, и мы не можем их отправить никуда. Это не похоже на то, что у нас их не хватает, хотя... Ну да, используется минус, а они используются точно такое же число. Видимо, что-то подсломалось. И более того, я поднял их наверх, и у нас вообще 12 тысяч конвоев, что, я думаю, недалеко от правды. Да, у нас 12 тысяч конвоев, я уверен, что у нас должно хватать конвоев на что угодно. Окей. И, в принципе, у нас они начали перебрасываться с новой дивизии. Хорошо. Значит, все еще не потеряно. Разговоря, у нас еще еженедельно плюс 0,6. А, наследие революции идет нам еще минус 0,3. Это я не увидел, потому что, когда ты наводишь на наследие революции, там пишется что-то вроде 0,0,0. Ну, типа, вот, видите, 0,0,0. Здесь тоже 0,0,0. Хотя, на самом деле, это не так. Оказывается, она нам еженедельно снижала на 0,3 стабильность, а я об этом даже не знал. В любом случае, наша супернизкая стабильность немножко восстанавливается просто пассивно. Что-то тоже неплохо, потому что мы ее потом по фокусам немножко поднимем. Еще, наверное, дадим этот фокус, потому что на дистанции вот эти 0,0,5 политки нам дадут плюс, я думаю. И начинаем экономить людей. Слушайте, да, я все-таки полагаю, что, видите, здесь упирается только американское сокративление. Никаких механик по синдикалистам здесь нету других. Да, я думаю, мы просто сделаем сами вот эти фокусы, потому что это, по идее, не должно было происходить. Наверное, предполагается, это вот, если мы, знаете, помешаемся в войну, победим именно синдикалистов и только их захватим. То есть вот эти вот территории вокруг как раз-таки озер, что вот здесь вот и подразумевается. Видите, контролирует, как мне, один регион великих озер. Так что, да, я эти фокусы сделаю, видимо, сам. Иначе я, ну, не смогу вообще никогда их сделать. Ведь, видите, этот фокус заблокирован вся Америка и Купер на Канады. Они действительно должны быть, наверное, взаимоисключающие. Ну, теперь у нас по 2,6 политика идет. Солидно. Но я потрачу ее все-таки на то, чтобы убрать на следе революции, ведь минус 0,3 стабильности это очень неприятно. Видите, у нас текущие изменения нету, потому что там есть минус 0,3. И текущей стабильности мы получаем плюс 0,3. В итоге ровно 0. А что нам предлагают демобилизовать экономику? Ну, и да, нам придется это сделать. Потом получимся в политике, чтобы начать здесь решить вопрос о 10 синдекализации экономики. Можем теперь следующее решение принять. Принимаем на следе революцию уменьшать и останется еще одно, чтобы полностью избавиться от этого дебафа. И пока я тут думал, как бы нам повосстановиться побыстрее, Франза такая и Йоло или Лерой Дженкинс и взяла и атаковала Германию. Да, ситуация не самая приятная, особенно учитывая то, что наши дивизии не полностью были до конца реформированы, наши дивизии не пополнены, у нас с ресурсами все еще не очень хорошо, потому что мы восстанавливаем контроль над ресурсами Америки, которые сейчас потихоньку к нам интегрируются. В общем, ситуация очень-не очень. Что мы можем с этим в данный момент сделать? Примерно ничего. Ладно, на самом деле мы можем распустить одну армию, закончим обучение остальных армий, пускай это все пополнит новому индийскому флоту. Индийскому? Индийскому. Конечно. Да, сейчас обучаем всю армию, пополнимся и будем, наверное, играть от обороны и от дужки в принципе Германии. Германия на самом деле в очень плачевном состоянии. Ресурсы, видите, у нее почти все импортируемые. Если мы внезапно начнем душить их на море, я думаю, они умрут отраговали плюс-минус так же, хотя, конечно, они что-то смогут получать по земле все еще. И да, я думаю, стоит начать этот процесс, но мы сами не очень готовы к войне. Если сейчас начнется война, стабильность опять в минус улетит. Так что надо чуть-чуть подождать. И посмотрите, просто как этот мент-повар, который мы получили, сгорает, потому что всем нашим дивизиям не хватало людей. У нас все еще не хватает 1100, а раньше было еще больше. Но зато сейчас все будут сплитсминс пополнены и обучены. Начинаю строить во Франции авиабазы, потому что нам нужно будет здесь много места для них, для наших самолетов, которые мы все это время строили. Кстати, здесь почему-то... А, окей, это белорусский войска почему-то показаться во Франции. Это просто, на самом деле, респакт войска. Их море не так. Ну и радарчик здесь тоже апаем, потому что он должен пригодиться. День свободы. Закрыли страну. Ура! Быстреба нам этот фокус, точнее решение нажать. И, в принципе, остальные решения не так страшны. И последнюю, третью армию пехотную переделываем на механ. И как только вот эти числа пополнятся, мы будем готовы. Что, кстати говоря, недолго, примерно чуть больше трех месяцев это займет. Процеды пока вроде как не страшны. Вроде как там битов особо нету. В Африке они, я думаю, наоборот, даже будут побеждать. И да, никого они, кроме себя, не позвали войну. Так что, да, действительно не сильно двигается. Что, но мы им обязательно поможем, как только будем готовы. Кстати, убирая наследие революции, мы еще убираем минус к единому количеству мэнпапера, что немножко мобилизирует нам дополнительно людей. На самом деле приятно. И вот последняя кнопочка здесь. Остальные мы забываем. И тратим уже на Америку. Ведь именно Америкой нам теперь надо заниматься. И Украина решила не стоять в стороне, а взять и... Во-первых, она взяла и покорила все в Астренгрии, а во-вторых, напасть на Рейхспакт. По крайней мере, напасть на Беларусь. Я думаю, Рейхспакт вступится. Тем временем, да, здесь все еще война с Японией, у Германии. И я думаю, пора. Только вот этих дождаться. И французы сами начали наступление. До того, как мы вступили в войну, в любом случае, мы готовы. Останавливаем организацию на дивизиях. И мы действительно будем сразу же наступать. Авиация летит на восток. Готовимся мы к наступлению. Стратегические бомбардировщики разворачиваются. Также готовятся к бомбардировке. Возможно, ядерная Германия. Войска все практически готовы. А, где у нас? Как я понял, это просто ребята багнулись и не хотят регенерировать свою мораль. Я не знаю, они просто так бегают туда-сюда. В любом случае, приходим в войну и призываем за нами весь наш альянс. Теперь весь китай, говорится, знает, что ты здесь. Сразу же начинаются бои. Всему все линии соприкосновения где-то супер, кстати говоря, проблематично. Пробиваются восьмые укрепления здесь. Я теперь, в принципе, знаю, куда пойдут мои бомбардировщики. Вопрос решен. Достаточно быстро мы их начинаем пробивать, как я понимаю. Здесь даже девятые, господи. Все еще нам можно через них пробиваться. У нас достаточно мощные дивизии и достаточно много поддержки. Плюс авиация тоже должна потихоньку начинать работать. Если бы еще бот ладно, он не убирает, на самом деле. Ух, ну это, конечно, жесть. Третий вельткрик. И на этот раз мы победим однозначно. Швейцария уже капает достаточно быстро. Наши войска продолжают наш марш на восток. И да, Германия тяжело и удерживать сразу войну на три фронта. В этот раз действительно прям одна на три фронта, даже не два и не один. И мы очень-очень успешно пробиваемся здесь. Давайте поможем. Так, что у нас здесь? Воздушное присутствие не хватает. Надо сейчас будет помочь. Ох, какие прекрасные цифры размена. Понять Нидерландам, что пора капать. Немножко ускорим их принятие решений. И здесь смотрите, насколько же пустынно здесь провинции на самом деле. В Германии почти вся армия была в Пенелюксе. И мы сейчас если прорвемся в Амстердам, а мы прорвемся сейчас в Амстердам, здесь в Айвне просто огромную, огромную армию. Нужно только не дать им выйти, конечно же. Да, здесь супер какой котел получается в итоге. Прелесть. Голландия капнула. Нам открыт путь на Берлин. Прекрасно. Давайте тоже это кайзер, но пора пора сдаваться. Я думаю, наши бомбы говорят сами за себя. Мы можем продолжать очень долго. У нас еще таких 15 штук. Так что да. Небольшой еще презентик отправим. Ну пора. 51. Ну неплохо так подамажили я думаю по желанию войны. А что там пала Константинополь и это сделали грехи. Поздравляем их. А что мы делаем вот это? Политика расширенной призыва или что? Да. 10% фактора и скорость мобилизации. То есть достаточно быстро и за 10% должны домобилизоваться. Нам они сейчас очень нужны. И наши подлодки душат опять-таки во всем мире всех наших противников. Крах риск-факта. Да, ядерные бомбы все-таки наверное заставили их передумать. У меня чуть не умерла игра, но мир произошел. Падение Берлина, падение Рейхспакта сейчас будет капитуляция. Да, вот и она. Причем у нас крайне мало варскорова по этой войне, что странно, но типа потому что Япония очень долго с ними воевала. Ну что, остались еще мелкие страны здесь против нас. Это бывшие марионетки Германии, но объективно говоря никто из них нам никакой даже близко угрозы не представляет. Британия наша получилась весьма весьма сомнительной, я бы сказал. Огромные проблемы с поддержкой войны, со стабильностью. У нас вся Америка сейчас сопротивляется и частично подавлено, конечно, сопротивление по большей части. Оно уже точно не активное, но все еще сохраняется. Зато у нас хотя бы достаточно безопасная Британия, хотя все еще не восстановленная от войны, все еще имеются проблемы, которые пока никто не решает, потому что на это нету средств. Но всему этому будет сложно развалиться, потому что на данный момент в Британии зато есть самые лучшие в мире войска, лучшие в мире ВВС и ядерные реакторы, на которые делают атомные бомбы. И, конечно же, флот, который непобедим, и союз примерно со всем миром. Я думаю, новый мировой порядок сможет сложиться около Британии, но он будет точно так же хрупок, как и немецкий. Я бы сказал, это, наверное, примерно та ситуация, в которой Германия была после Первой мировой в этом мире, после своей очень кровавой и тяжелой победы. Достаточно интересно, я думаю, такой мир достаточно так же подходит для нашего прохождения. Ну, с вами был Дабгай, обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны, лайки, комментарии, движения с крутбой, все в описании и до скорых встреч, всем пока.